Добрый вечер, уважаемые телезрители. Съемочная группа Абхазского телевидения находится в офисе партии Айтайра. В гостях у лидера партии Леонида Ивановича Лакербая. Леонид Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. В нашем мире многое, что происходит, и печальное, и позитивное. Мы знаем, что у вас есть многое, что сказать по этим вопросам, собственно говоря, потому мы и здесь. Спасибо. И первый вопрос, с которым мне хотелось бы начать, это образование пропрезидентских сил. Ряд политических партий и общественных организаций подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии и совместном участии в общественно-политической жизни страны. Новый союз будет сотрудничать, как мы поняли, в вопросах стабилизации внутриполитической ситуации, консолидировать общество, которое уже не одно десятилетие, собственно, находится в таком расколе внутренном. Свои подписи под документом поставили председатели политических партий, организаций. Всего 13 подписей. И председателем избран депутат парламента Рауль Лолу. Ваше отношение вот к этому объединению? Ну, это то, что надо было делать давно, на мой взгляд. Ведь речь идет о том, что это партии и движения, которые поддержали выдвижение Аслана Георгиевича Бжания кандидатом в президенты. Во многом сделали так, чтобы была одержана эта победа. И несут определенным образом ответственность за те действия, которые принимает и предпринимает власть во главе с президентом Асланом Бжания. На мой взгляд, нормальный процесс. Думаю, раньше надо было это все делать. Но произошло, и слава богу. Я очень рад, что депутат парламента Рауль Лола возглавит вот этот союз. Я думаю, у нас непочатый край работы, и мы к нему готовы. А почему не состоялся анонсированный союз с Амцахарой на уровне вот таких политических советов? Да, тут уже немножко вопрос сложнее. Кому-то показалось, что это в противовес тому союзу, который партии и движения. Но у нас была анонсирована другая позиция. Здесь решают руководители, а мы говорили о союзе на уровне полицоветов. Ну и у нас, у Амцахары, как минимум 30 человек в полицовете. Это уже, представьте себе вместе, это органы, которые занимаются политической, руководящие политические структуры. В стране есть много вопросов, когда мнение не только руководителя важно, а важно организации. И именно на уровне полицовета эта работа была. Обоюдная договоренность была достигнута. Мы на своем полицовете одобрили это решение. Ну, дальше вопрос остановился. Сейчас мяч, так сказать, на поле наших друзей из Амцахары. По текстам шла такая вещь. В обществе муссируется и кое-кем поддерживается байка, скажем, о том, что есть очень серьезные разногласия между президентом и премьером. И что Амцахара — это пропрезидентская партия, а Айтайра — это пропремьерская. Вот хотели погасить все вот эти вот таким образом, открытым взаимодействием, открытым выяснением тех проблем, которые есть, рекомендациями к власти и постараться сделать так, чтобы все это было в пользу развития нашей страны. Я и сегодня сторонник этой идеи. Мы от нее не отказываемся. Думаю, она позитивна. Хорошо, но нас интересует еще один вопрос. Это уже по поводу обращения организации Айтгэлера к президенту с предложением дать объективную политическую оценку всем событиям, связанным с насильственной сменой, как написано в обращении власти, которая имела место с 2004 года. И объявить они предлагают политическую амнистию. Они предлагают начать диалог с оппозицией, реально объединить народ. И на этот призыв откликнулись Амцахара, Единая Абхазия, Абаш, Аруа, форум народного единства, а также русская община и казачество в Абхазии. Но вашей подписи там нет. Почему? Ну, тут, да, нашей подписи нет. Мы изначально говорили, что есть формат, который был предложен президентом еще в конце февраля месяца. Общественный совет президенте. Где консультативный орган с участием всех партий и движений? Вот то, что вы говорили по, значит, первичному обращению Айтгэлера и так далее, она же поменялась эта картина потом. Потом последнее обращение, там уже нет вопросов политической амнистии, что политическая амнистия предполагает политических заключенных. Откуда они взяли, что они у нас есть, я не очень-то понимаю. Видимо, дошло, что их нет, это ушло из текста. Ну и суть обращения такова, что надо не допускать политически мотивированных насильственных действий по смене власти, и что нужны консультации в обществе. Ну, наша подпись не стоит изначально, потому что, я вас уверяю, у меня есть свое отношение к руководителю этой партии, и делать из него политического филантропа я бы не стал никоим образом. Это во-первых. Во-вторых, что более важно, на мой взгляд, Айтайра не является партией, которая участвовала в каких-либо переворотах насильственных и так далее. Кое-кто подзабыло, я напомню, что 18 лет назад, в 2003 году, была первая попытка досрочной отправки в отставку тогдашнего руководителя Владислава Ардзенба. Именно Айтайра оказалась такой силой, которая не позволила неконституционному развитию. То есть тут абсолютно четко и ясно все. С другой стороны, что я хочу сказать, что консультации, еще раз повторюсь, о которых в этом письме говорится, предложены на уровне президента, на уровне общественного совета. И как раз Айтайра была той организацией, которая отказалась от участия в этом формате. Мы за работу и с этой организацией, и со всеми другими оппозиционными и провластными в рамках общественного совета, который был предложен гораздо более ранее президентом, ну и на двухсторонних основах тоже. Но сам посыл этой партии, все-таки согласитесь, он очень позитивный, объединиться. Объединиться предложил и президент. Объединиться предложил и президент. Первое, с чем обратился президент, было объединиться. Вот и все. И мы готовы к этому объединению. Мы и работали на этой встрече. Мы опять пришли к тому же, выхолощены вот эти многих моментов, в том числе и политическая амнистия, все это ушло. И дача оценок событиям, оценки событиям не может дать президент. Это не президент должен давать оценку событиям, которые имели место. Хотя для меня они совершенно несравнимы. События 4-го и 14-го года абсолютно разные. В 4-м году было сделано все, чтобы волеизъявления народа, избравшего богатшего президентом, заглушить, затопить. В 14-м году ситуация была совершенно иной. Поэтому я считаю, что консультации, да, политически мотивированные, значит, насильственные действия нет. Но все это должно идти в рамках инициативы президента. Другой день отвергают то, что подписали эти товарищи. Ну, это их право. И это, наверное, хорошо. И президент это одобрил тоже. Тем более среди подписантов и среди провластных структур. И, значит, среди тех, кто сегодня в оппозиции, есть те, кто активно участвовал в тех же переворотах. Увы. Увы. Леонид Иванович, шестой созыв парламента заканчивает свою работу в 2022 году. У нас пройдут выборы в высший законодательный орган. В Конституции Абхазии, статье 47, расписано в 17 пунктах работа парламента. Я вам скажу, я не буду сейчас это все перечислять, работа колоссальная по своему масштабу. Если бы все выполнялось, мы бы жили хорошо. Но так как мы живем нехорошо, все-таки, наверное, все выполняется не на должном уровне. Скажите, пожалуйста, каким вы хотели бы увидеть парламент седьмого созыва? Арбатроспособным, скажем так. Я против аналогии с первым парламентом и так далее. Ситуации совершенно разные. И вот эти стенания, которые у нас есть, то с каждым разом парламент все хуже, хуже, хуже и хуже. Не мне давать эту оценку. Насколько хуже каждое последующее в сравнении с предыдущим. Но в обществе зреет осознание того, что что-то надо менять. Что-то надо менять. И звучат разные предложения. Значит, есть предложение сделать смешанную систему выборов. Когда часть избирается по одному анатному, другая по партийным спискам. Я, например, сторонник такой системы. Есть и другие предложения о создании некоего конгресса, который возьмет в себя черты американской избирательной системы. Значит, там тоже возникает очень много вопросов. А кто будут эти, извините... Конгрессмены. Конгрессмены. Те люди, которые будут давать добро на избравшегося. То есть вопросов много. Но сама постановка вопроса говорит о том, что есть очень серьезные проблемы. Их надо решать. И, конечно, я знаю, что ряд партий оппозиционных тоже считает, что должны быть и партийные списки. Во-первых, это позволит мобилизовать партийную работу. А во-вторых, может быть тогда семьи с большим количеством... Кандидаты с большим количеством родни, односельчан и так далее не смогут так легко избираться, как это имеет место сегодня. Но в этой связи я хотел бы сказать еще и другое, что мы не можем не учитывать и национальный фактор. И я абсолютно уверен, что одно, а то и как минимум два места в этом парламенте должно быть у представителей русской нации. Значит, что я вижу здесь, когда ставим этот вопрос? Некий такой местечковый национализм. Знаете, что звучит в ответ? А где нам найти второго Юрия Воронова? А я хочу спросить, а что депутаты сегодняшнего парламента или те, кто идут, они что уровня Владислава Ардзенба, Зурабачба или Сократа Джинджолия? Ну просто смешно. Мы ведем уже работу. Сейчас мы активно ищем, значит, кого порекомендовать нам. Говоря мы, я имею в виду нашу работу с партией Цахара. То есть здесь мы сотрудничаем. Буквально сегодня, за несколько часов до вашего прихода, у нас руководством Сахара и я, мы говорили с еще очередным одним человеком, который предполагает, что он может быть кандидатом в депутаты парламента. То есть работа эта ведется. То есть у вас уже есть кандидатура? Есть, есть. Те кандидаты, которых мы можем рекомендовать, которых мы можем рекомендовать, и мы работу эту будем продолжать. Но я еще раз повторюсь, нужны изменения в закон, и время еще есть для этого. Это нужно будет обязательно сделать, и нужно будет предусмотреть национальную квоту. Леонид Иванович, вот сейчас общественность очень активно обсуждает интервью президента Республики Абхазия. У вас сложилось какое-нибудь впечатление об этом? Да, конечно. Значит, ну, несколько моментов. На мой взгляд, я сейчас о себе буду говорить, оно очень длинное получилось. Я думаю, это недоработка пресс-службы президента. Наверное, гораздо лучше делать более короткие и более чаще интервью. Это будет, на мой взгляд, более эффективно. В целом, у меня никаких вопросов нет. Мне кажется, он был весьма убедителен. Он был в теме, по всем вопросам. Значит, если хотите, он был очень благороден. Имея такой фактологический материал, другой бы на его месте. И голос поднимал бы, и фамилию называл бы, и тыкал кое-куда. Он себе этого не позволил. Он себе этого не позволил, тем более это более ценно. Но в то же время он обозначил все те моменты, которые волнуют наше общество. И я вам хочу сказать, что я для себя получил ответы на те вопросы, которых я, в общем-то, не имел. И еще раз повторюсь, самое главное, что это умение так преподать материал, чтобы не задеть, не оскорбить никого. Но в то же время, чтобы почувствовали те, о ком идет речь. Ну и, наконец, еще один вопрос, который, опять же, волнует нашу общественность. Очень сильно обеспокоены люди намерением руководства передать госдачу ПИЦУН до Федеральной службы охраны Российской Федерации. Вот из того же интервью, о котором мы сейчас говорили, президента, он говорит о том, что этот объект требует очень больших денег. Капитального ремонта, там, чуть ли не миллиарды. И еще самое главное, он сказал такую вещь, что в 95-м году с Россией было оформлено соглашение о праве безвозмездного пользования госдач 8, 9 и 10. Ну и ваше отношение к этому, пожалуйста. Ну, я бы посоветовал. Во-первых, я не вижу в обществе такого брожения по этому вопросу. Я вижу обращение группы товарищей. Значит, я не слышал ни одной партии или движения, в том числе оппозиционного, которые бы высказывались против этого. Я смотрю на призму сегодняшних реалий, сквозь призму. Мы сегодня живем в таком мире, где речь идет не то, что можно ли зайти в эту реликтовую рощу, а будем ли мы дальше жить. Я буквально, вот в буквальном смысле это хочу сказать. События в Карабахе говорят о том, что все эфемерно. В этом мире, в котором уже нет никаких других красок, кроме черной и белой, однозначно, значит, у нас есть стратегический партнер и наш спасатель, спаситель Российская Федерация. И тут несколько моментов есть. Во-первых, я бы хотел сказать, что благодарность не должна иметь срок, и очень маленький. Мы были благодарны России за то, что она нас признала, когда речь шла о войне. После истребления Осетии, естественно, была бы наша очередь, но очень быстро все это забыли. И давайте мы сравним, как ведут себя, когда говорят, что мы теряем часть своего суренитета. Суренитета, да, вот нельзя зайти в эту реликтовую рощу, а кто-нибудь в нее заходил. Но если соразмерить, что это такое и что другое, мне кажется, все это очень странным. Я это говорю в открытую. И о какой потере там суверенитета и всего может идти речь. Вы меня извините, но если взять ту же Украину, сорокамиллионную, да, где страна ничего не решает. Решают за нее, это признано, открыто, американцы все решают. Мы позволяем себе еще сказать нет. Вот на это предложение нет, на это нет, на это нет. И никто на нас колпак никакой не одевает. Я думаю, надо дорожить этим отношением. Ну а потом нахождение там российских руководителей, это купол над Абхазией. И что важнее, я не знаю, пройтись по роще, по которой никогда никто не ходил. Либо быть гарантированно защищенным. Я не думаю, что наш сосед с помощью тех блоков, куда он стремится, прям так забыл про Абхазию. Поэтому для меня все это очень странно. Я это говорю в открытую. Я позволю себе напомнить времена, когда во время войны мы писали слезно и молили, чтобы нас взяли в состав Российской Федерации. Здесь в 99-м году огромнейший митинг, несколько десятков тысяч. Вот, ну ситуация поменялась, и мне хотелось бы, чтобы мы ценили то, что есть у нас. А у нас есть нормальные, позитивные отношения с Российской Федерацией. Если кое-какие моменты вызывают у нас вопросы, все это результат нашей банановости с 2014 года, когда мы позволили себе быть, ну как бы сказать, это помягче, не совсем порядочными партнерами. Вот мое такое отношение, я думаю, это нормально. Я понимаю ваши опасения, но все же. Я даже знаю, что дача никогда не была в ведении Абхазии. Она была всегда в ведении советского руководства, а позже и России. Но если мы вспомним, что в 1991 году вышло постановление Президиума Верховного Совета о том, что все объекты общесоюзного и союзно-республиканского подчинения передаются в собственность Республики Абхазии. Все же, я думаю, мы могли бы немножечко побороться за этот объект и сделать из него хотя бы медицинский центр. Да что вы! А в 95-м году, простите, я тоже был в той власти, которая приняла это решение. И тогда был Владислав Ардзенба, многие говорят, что был бы он, этого бы не было. Можно спросить, а почему это было сделано? Тогда же был закон 1991 года? Был, однозначно. Есть, еще раз повторюсь, можно что угодно говорить, ах, я в эту рощу не попаду, но когда прилетит сюда Байрактар и будет бомбить, рощу мало кто вспомнит. Вот мой такой настрой. И мы должны дорожить тем, что у нас есть. Если вы считаете, что Россия как-то давит Абхазию, а можно себе представить, что будет либеральная Россия, а не та, которая сегодня есть, мы где будем? Я думаю, в Грузии. На самом деле мир совсем другой. В этом мире не будет никаких других красок, я еще раз повторюсь. И слава богу, что в отличие от того же Карабаха, которое даже Армения не признала, у нас есть гарант нашего существования. И я не вижу никакой проблемы в том, там есть много вопросов, вопрос церкви, вопрос недвижимости и так далее. Это все, что нужно обсуждать. Но я бы сказал спасибо, если российское руководство будет отдыхать на даче в Пицунь. Вот так. Опять и с соображением безопасности населения Абхазии. Леонид Иванович, вами был создан и зарегистрирован благотворительный фонд «Помним», посвященный добровольцам. Скажите, что удалось осуществить? Ну, единственное, что удалось реально осуществить, это обустроить могилу Мусы Шанибова. Это деньги общественные, которые были собраны, мы это сделали. Этот фонд будет заниматься тем, чтобы память о добровольцах не стерлась. Вот если коротко говорить, и та цель, которую я обозначил еще в 2013 году, от которой я никак не откажусь, в нашей столице должен быть памятник добровольцам. Вот мы над этим будем обязательно работать, с правительством, естественно, с президентом, но я думаю, к 30-летию победы у нас должен быть памятник добровольцам. Мне кажется, это было бы правильно и справедливо. Леонид Иванович, вот коль мы уже заговорили о нашем обществе, мы говорим, собственно говоря, о том, что волнует его. Вот нельзя не сказать о том, что вот сейчас такое моральное состояние людей очень сильно подавлено. Это связано, конечно, прежде всего с эпидемией, с тем, что народ выживает, собирает с семьями деньги на лекарства, старается выжить. И, конечно, вот в таких условиях говорить о каких-то высоких материях было бы очень сложно. И народ, вот как говорится, барахтается кто как может. И в это барахтание, вот в это стремление выжить, и я отношу и занятия майнингами. Люди пытаются хоть как-то что-то заработать. Да, это вредит государству, но это многим позволяет просто удержаться на плаву. Что вы скажете? Ну, я бы разделил немножко. Есть те, которым действительно это позволяет удержаться на плаву, есть те, кто на этом делает огромные деньги. Я бы разделил это и разделил принципиально. Я вообще считаю, что когда был обещан крипторай, а оказался криптоад, фишка, видимо, была в том, что не все смогут себе приобрести. Считалось, что это будут крупные такие фермы, которых действительно очень много. Там люди солидно зарабатывают. Здесь я не могу не согласиться, вот это небольшое количество позволило другим. Но я на эту проблему смотрю, знаете как, это вот майнинг существования, оно в общем-то гробит все, любую инициативу. То есть человек, если занимался там бизнесом мелким, ездил в Адлер, привозил какие-то продукты, он теперь бросил, он сидит дома. Он ждет, что там накапается. Это потеря, она очень серьезная при наших трудовых ресурсах. Это реально, но понимаете как, государство-то тоже старается, вот то, что касается коронавируса. Посмотрите, Гудаутский госпиталь опять забит. Но мы же виноваты сами. Опять наши хождения по похоронам. Когда с похорон 62 человека попало, значит, после похорон. Ну что еще нам говорить? То есть есть вопросы, но я бы больше сказал еще другой аспект. Вот я достоверно знаю, что в нашей столице хоронили человека, и вот в комнате стоит гроб, а в углу стоят и работают майнеры. Ну вот представить себе такое некоторое время назад я бы, наверное, не смог. Вы это связываете с падением морали? Я связываю с этим тоже. Ну, по крайней мере, если они вам там капали что-то, наверное, в день похорон можно было их отключить. Наверное, можно было отключить. Ну, наверное, можно говорить о каком-то падении морали. С другой стороны, я вот смотрю на ту ситуацию, которая произошла с Валерой Пабба. Значит, Валерий Пабба был не так давно назначен заместителем главы администрации. Получилось так, что его сын ввязался в драку, значит, нанес там удары и так далее. Человек взял, написал заявление и ушел. Вот это мораль. Вот я вам хочу сказать, я Валеру знаю еще с довоенных времен, он работал в аппарате Владислава Ардзенба. И я просто жму ему руку. Вот это мораль. Это образец морали не просто человека, а еще и человека-чиновника. Это действительно показатель какой-то человечности. Опять же, возвращаясь к майнингам, хочу процитировать нашего президента, который предлагает демонтировать всем все фирмы, а также говорит о каком-то канале, где будет работать по российским тарифам, где будет возможность работать по российским тарифам. Не надо идти на конфронтацию, предупреждает наш президент. В этом есть, конечно, какой-то смысл. Ну, есть. Я говорил с одним товарищем, может, месяц назад, может, чуть больше, значит, у которого сын занимался майнингом. Как я понимаю, у них было ни один и ни две установки. Когда началась эта кампания, они все это перевезли, куда бы вы думали, под Красноярск. Там, оказывается, есть огромнейшие фермы, где они это установили, обслуживание и так далее, охрана. Все это за счет вот той структуры, которая это делает. Они единственное платят фиксированную сумму, платят за каждый майнинг. И он говорит, нам этого вполне хватает. Естественно, там речь идет, может быть, об этом имел в виду президент, что здесь, в Абхазии, сделать нечто подобное, это было бы хорошо. То есть не ущемлять тех, кто, и в конце концов, легализовать по-настоящему. Мы же будем знать, у кого их 500, а у кого одна. Наверное, так. На этой теме активно очень, значит, оппозиция наша действует. Ну, как оппозицию я их могу понять в данном случае, да. Но, значит, я нормально отношусь к понятию. Это не те времена, когда вот мы 20 лет назад объявили, что мы оппозиция. И как-то считалось, что если руководство страны против Грузии, то оппозиция должна быть за Грузию. Сегодня уже такого нет. Значит, мы понимаем, что мы живем в одной стране и так далее. Я бы просто посоветовал нашей оппозиции вести себя более тактично. Взять за образец поведения президента. Не переходить на местоимение. Ты. Не делать вид, что ты все знаешь. Загизлома злоу харадхамадзам. Это пусть никто не думает, что это так легко. И потом есть, для меня есть принципиальные вещи. Вот после завершения выборов президент ведь поехал на парад победы и взял с собой того, кто проиграл выборы. Он же взял его не в качестве трофея. Он взял его в составе абхазской делегации. Потом предложил ему пост. Ну, вот эти моменты для меня, они очень значимы. И я бы себя так не вел. Вот мой совет молодому, так сказать, лидеру, да, чуть-чуть соразмерить. И по опыту своему знаю, что когда ты варишься в своем соку, когда ты собираешься с единомышленниками, которые тебе каждый день говорят, что все плохо, шеф, все пропало. А вот ты реально тот, который спасешь, чуть-чуть остановись и подумай, так ли это на самом деле. Будь объективным. Будь объективным, да. Есть предложения. Давай называй их предложения. Их у тебя никто не отберет. Ты их, если озвучишь, да, они будут твоими предложениями, даже если власть их использует. И я бы хотел, чтобы вот такое же уважительное отношение, как проявил в данном случае президент, благородное, если хотите, был, не отвергая сути тех проблем, которые стоят перед Абхазией, разных взглядов на них. Спасибо большое, Леонид Иванович. Последний вопрос. Мы уже сегодня его касались, частичные нашей эпидемии, в которой мы живем. Я в курсе, что в самом начале пандемии вы очень тяжело переболели в Гудаутском госпитале. Вы провакцинировались? Конечно. Конечно. Я умудрился. Тогда не просто я заболел. Я умудрился заразить супругу, значит, дочку, сестру. Слава богу, что этим ограничилось. Поэтому, когда появилась возможность, я съездил дважды в Гагры и спутник ВИИ, две прививки я сделал. Я знаю, что можно после этого и заболеть, как говорят, значит, медики. Просто болезнь будет в более легкой форме. Но я в данном случае думаю не о себе. Я думаю о своих близких. Тогда из-за меня они заболели. Я не хочу, чтобы это повторилось ни на близких, ни на друзьях. Ну, каждый, конечно, делает и решает сам за свою жизнь. Естественно. Леонид Иванович, вот мы уже и подошли, подошло к концу наше интервью. И я всегда, вот мне всегда хочется закончить любое интервью чем-то позитивным. Вот ваше пожелание народу, который стоит в очень непростой ситуации. Просто хочу им сказать, были и худшие времена. Были и худшие времена, но мы были сплочены и выходили из худших гораздо ситуаций. Она не такая сплоченность сегодня, может быть, как была во время войны, да. Но нам надо постараться не декларировать, что мы готовы работать все ради будущего Абхазии, а постараться эту работу сделать. И тем, кто объявляет себя провластным, и тем, кто считает себя в оппозиции. И вот это преодолеть свое эго и попытаться начать эту работу. Я, например, к этой работе готов. Спасибо большое, Леонид Иванович, за интервью. Мы прощаемся с нашими телезрителями. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...